Вести Карачаева, Черкесия В Москве состоялась рабочая встреча председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильи Баланина с заместителем председателя правительства республики Ириной Гербековой. В ходе встречи обсуждались различные аспекты работы учреждений здравоохранения Карачаева-Черкесии в рамках реализации программы обязательного медицинского страхования, предусматривающей реализацию прав граждан на получение качественной медицинской помощи, повышение ее доступности, улучшение материально-технического обеспечения региональных лечебных учреждений. Кроме того, обсудили работу региона в новом направлении по оценке результативности первичного звена здравоохранения. Карачаева-Черкесия планирует в этом году направить более 25 миллионов рублей на улучшение жилищных условий инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, вдов ветеранов и участников боевых действий. Средства, предусмотренные в бюджете на 2022 год, позволят улучшить жилищные условия 29 граждан, что в 2,5 раза превышает число граждан в 2021 году. Комментирует информацию начальник отдела по социальной защите ветеранов, инвалидов и пожилых людей Министерства труда и социального развития региона Наталья Василенко. В 2022 году будет значительное увеличение выделяемой суммы и большее количество граждан смогут улучшить свои жилищные условия. В частности, это касается инвалидов. Мы планируем 29 человек обеспечить субсидиями с федерального бюджета на улучшение жилищных условий. Но я хотела бы обратить внимание, что Министерство труда выполняет федеральные полномочия только в отношении инвалидов и ветеранов боевых действий, ставших на учет в качестве нуждающихся до 2005 года. Это ни в коем случае не ремонт. Это приобретение, улучшение жилищных условий подразумевает в себе приобретение жилых помещений. Министр сельского хозяйства Карачаева Черкесии Анзор Боташа в ходе рабочей встречи с представителями группы компаний «Домотэ» в лице заместителя генерального директора по административным вопросам Общества с ограниченной ответственностью «Кавказмясо» Харуна Гидеева и заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества с ограниченной ответственностью «Ставропольский фермер» Александра Калиничева обсудили ход реализации инвестиционных проектов компаний в регионе. В этом году планируется открытие крупнейшего в округе полностью реконструированного завода по убою переработки баранины «Домотэ» мощностью 25 тысяч тонн продукции в год в городе Черкесске. Мэр Черкеска Алексей Баскаев взял на личный контроль организацию приема граждан в городской администрации. Об этом он написал в среду в своем телеграм-канале. Городоначальник отметил, что в последние годы благодаря развитию цифровизации жителям Черкеска и представителям власти коммуницировать стало пороще. Появились современные каналы обратной связи, социальные сети и веб-приемные. Так люди могут рассчитывать, что их вопросы будут услышаны, обращения рассмотрены в кратчайшие сроки. В случае нарушения реализации прав граждан на личный прием Баскаев попросил жителей обращаться напрямую к мэру города в социальных сетях. Семья Микитовых из Аула Хабес стала победителем всероссийского конкурса «Семья года-2022» в номинации «Золотая семья». Владимир Мухарбевич и Лиза Сагидовна в браке уже 53 года. Они познакомились в далеком 1967 году. Владимир Микитов тогда работал в музыкальной школе, а будущая супруга трудилась товароведом. В браке у супругов родилось трое детей. Никогда не сидевшие без дела, Микитовы и своих детей приучили к трудолюбию и любви к родной земле. Сейчас в большой семье восемь внуков и трое правнуков. Все они часто собираются в родительском доме. Добавлю, что встреча семьи победителей состоится в октябре в Москве. Благодаря нацпроекту «Демография» по всей стране сейчас проходит обучение граждан востребованным профессиям за счет федерального бюджета. В Северокавказском федеральном округе этим занимается Северокавказский институт филиал «Ранхикс». Обучение там могут пройти граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте до 7 лет включительно. Повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку можно по нескольким направлениям, сообщил директор Северокавказского института филиала «Ранхикс» Азамат Лисов. В Карачаево-Черкесии в рамках нашей квоты повышение квалификации и переподготовку могут пройти 200 жителей республики. Самые разные программы – это и кадровый аудит, это и оценка недвижимости, это и программы, связанные с управленческими компетенциями и так далее. Поэтому спектр очень обширный и я уверен, что те программы, которые реализует президентская академия, позволят нашим гражданам улучшить свое положение и в организации, и найти новую работу в случае такой необходимости. Три большегруза с гуманитарной помощью выехали из Карачаево-Черкесии и прибудут в пункты назначения. Две машины по линии Министерства обороны России направятся на Донбасс. Питьевая вода предназначена для военнослужащих, участников специальной военной операции. Одна из машин поедет в военный госпиталь в Ростов-на-Дону, где проходят лечение и реабилитацию военные. С начала проведения спецоперации Карачаево-Черкесия отправило более 250 тонн ценного груза. В рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Усть-Джигутинскую центральную районную больницу поступили новые служебные автомобили. Две машины скорой помощи и четыре санитарные машины. Автомобили предназначены для работы участковой службы учреждения. Новейшие автомобили для участковой службы значительно упростили условия труда медицинских работников учреждения. Сократилось время доезда до пациента, что, в свою очередь, позволило обслуживать большее количество вызовов. В настоящее время в парке автомобилей больницы всего 20% машин имеют срок службы свыше пяти лет. Популяризация здорового и активного образа жизни в числе приоритетов партии «Единая Россия», ведь это напрямую влияет на сохранение и укрепление здоровья людей. По этой причине очень важно обеспечить доступность занятий спортом для всех категорий населения, развивать спортивную инфраструктуру, в том числе на селе. В рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни» в ауле Саратюз идет строительство нового физкультурно-здоровительного комплекса. О необходимости строительства объекта в ауле рассказал председатель совета старейшин аула Абдурахман Дуюнов. Оздоровительный центр, комплекс был нужен давно. Дети особенно, вот когда обучаются тут, все хотели, поехали в соседний аул, чтобы заниматься спортом. У нас не было такого строительства, такого комплекса. Продолжается капитальный ремонт участка автомобильной дороги Майкоп-Карачаевск. На участке продолжительностью почти 6 километров в данный момент ведутся работы по отсыпке обочин, очистке кюветов и замене земляного полотна. Полностью завершить работы по капитальному ремонту участка продолжительностью почти 6 километров планируется до конца текущего года. 22 июля торгово-промышленная палата региона приглашает всех желающих на день открытых дверей. Во время встречи можно задать свои вопросы представителям органов власти, а эксперты палаты подробно расскажут об услугах для бизнеса. Об этом рассказала президент торгово-промышленной палаты республики Диана Хубиева. В рамках мероприятия участники узнают, что такое торгово-промышленная палата, чем она занимается, какую помощь и поддержку оказывают республиканским предпринимателям, почему престижно быть ее членом и какие перспективы появятся, если вступить в ее ряды. Также во время встречи участники смогут задать свои вопросы представителям органов власти Карачаевой-Перечеркесской республики, деловых организаций, а также эксперты торгово-промышленной палаты подробно расскажут об услугах для бизнеса. В рамках мероприятия запланирован нетворкинг, на время которого участники смогут завести полезные знакомства, рассказать о деятельности своей компании, обменяться контактами и возможно найти новых партнеров по бизнесу. Торжественное вручение членских билетов новым членам торгово-промышленной палаты, розыгрыши сертификатов на бесплатное получение бизнес-услуг, кофе-брейк, вход свободный. Этническую коллекцию под названием «Карачаево-Балкарские мотивы» представили в доме моды Вячеслава Зайцева дизайнеры Зарема Аджиева и Зимфира Бекбулатова. Коллекцию моделеры посвятили столетнюю мюбилею Карачаева Черкесской республики. Работы моделеров-дизайнеров отличались обилием ручной вышивки, старинными аксессуарами национального женского костюма, а также особенной техникой изготовления кавказских свадебных платьев. Головы моделей были покрыты тончайшими косынками с бахромой ручной работы. Коллекция состояла из семи роскошных женских традиционных платьев. С 1 сентября этого года начнет действовать дачное амнистие 2.0. Законопроект был разработан при участии Росреестра и направлен на дальнейшее создание для граждан комфортных условий для регистрации прав на свою недвижимость. О нюансах дачной амнистии расскажет исполняющая обязанности начальника отдела государственной регистрации недвижимости управления Росреестра по Карачаево-Черкесии Тамара Казбекова. Планируется дачная амнистия, она рассмотрена Госдумой в третьем чтении, называется дачная амнистия 2.0. Ею будут внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Этот законопроект будет разработан при участии Росреестра, направлено на дальнейшее создание для граждан комфортных условий для регистрации прав на свою недвижимость. Безусловно, будут и изменения, которые затронут уже действующую дачную амнистию. То есть закон позволит решить проблему, когда люди не в силах регализовать и оформить свое жилье, построенное еще в советский период. Ну, право собственности гражданин сможет подтвердить даже при отсутствии у него на руках правоустанавливающих документов. То есть такие дома могут числиться учтенными в старых документах, в совхозных, колхозных учетах, в хозяйственных книгах, в бывших поселковых советах и также в органах БТИ. На сегодняшний день, конечно, этого недостаточно, чтобы зарегистрировать право в несудебном порядке, но с принятием этого законопроекта это значительно позволит упростить гражданам оформление. С 9 по 15 августа высокогорный Северокавказский форум «Махар-2022» соберет около 100 участников из всех регионов Северокавказского и Южного федеральных округов. У молодежи появилась возможность получить новые знания и грант до 500 тысяч рублей. Реализовать свои идеи можно в следующих направлениях социальное проектирование, студенческий туризм, творчество и креативные индустрии. Подробности сообщил директор форума «Махар» Расул Динаев. Участниками форума станут 100 активных ребят со всех субъектов СКФО и Адыгеи. Поскольку форум посвящен 100-летию Карачаева-Черкесской республики, поэтому мы помимо субъектов СКФО добавили число участников ребят из Адыгеи, потому что там тоже 100-летие. Организаторами форума выступают Министерство по делам молодежи, Карачаево-Черкеский госуниверситет, региональное отделение Российского союза молодежи и высокогорный креативный кластер. Порядка 300 молодых людей воспользовались образовательной платформой про знания КЧР, направленной на повышение качества знаний, востребованных для жителей региона сферах. Образовательная платформа – проект Министерства по делам молодежи республики, целью которого является создание доступной онлайн-среды для обучения актуальным навыкам. Данный проект дает возможность для получения удаленного образования в выбранной сфере, рассказал советник министра по делам молодежи республики «Расим Папшуов». Это бесплатная образовательная площадка, на которой каждый человек может зайти, зарегистрироваться и проходить те или иные курсы важным, по его мнению, направлением, будь то это программирование, будь то это дизайн и так далее, и развиваться в этом ключе. То есть человек может быть студентом, но получать важные для себя практические навыки, которые он уже может использовать как инструмент для продвижения себя. В Карачаево-Черкесии с начала года местные жители пытались 11 раз подкупить сотрудников ГИБДД. Об этом сообщила государственный инспектор по пропаганде Управления ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии Лилия Гогушева. Уважаемые жители и гости Карачаево-Черкесской республики, напоминаем вам, что патрульные автомобили сотрудников ДПС оборудованы видеорегистраторами как внутри салона, так и снаружи, в целях фиксации всех происходящих действий, а также для предотвращения фактов склонения инспекторов к совершению коррупционного правонарушения. Любая попытка правонарушителя уйти от ответственности, предлагая сотруднику ГИБДД взятку, от ответственности и в дальнейшем служит основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 291 КРФ дача взятки. Дача взятки равно как ее получение является уголовно наказуемым деянием для получателя взятки и лица склоняющего к совершению коррупционного правонарушения. За 6 месяцев текущего года на территории республики было выявлено 11 фактов дачи взятки сотруднику полиции, совершенные водителями транспортных средств. Госавтоинспекция МВД по Карачаево-Черкесской республики обращается к участникам дорожного движения с призывом соблюдать требования правил дорожного движения РФ и исключить факты коррупционных проявлений по отношению к сотрудникам полиции. Сотрудники прислужбы МВД по Карачаево-Черкесии провели урок безопасности в профильной смене летнего лагеря «Гранд Виктория» для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. В доступной форме детям была обдаведена информация о правилах безопасного поведения на улицах и в интернете, а также о том, как не стать жертвой злоумышленников. Как себя вести, если к вам обращаются незнакомые люди, кому обращаться за помощью в таких случаях. Ребятам раздали памятки об основных правилах поведения и защите от мошеннических действий, чтобы они всегда были под рукой. Комментирует информацию представитель прислужбы МВД по Карачаево-Черкесии Амина Иркенова. Самое время напомнить ребятам правила безопасного поведения. Урок придуман специально для того, чтобы дети знали и могли применить правила личной безопасности. Игровая методика подачи материала особенно эффективна и помогает прочнее запомнить информацию. Подобные мероприятия ежегодно проводятся на протяжении всех летних каникул. В курортном поселке Донбасс завершилась межрегиональная летняя профильная смена для активистов детских движений из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи в семье единой, посвященной столетию регионов. В рамках мероприятия участники смены исполнили танцевальные и вокальные номера, после чего ребята из Карачаево-Черкесии преподнесли своим друзьям из Кабардино-Балкарии и Адыгеи памятные подарки. После торжественного закрытия смены прошли интересные запоминающиеся мероприятия – костер дружбы, фейерверк в честь друзей, Орлядский круг друзей и зажигательная дискотека. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. Местами коротковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь. Ветер северо-западный 6,11 м в секунду. Температура воздуха плюс 22, плюс 27, в горах местами до плюс 19. В Черкесске переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 6,11 м в секунду. А столб термометра поднимется до 26 градусов. Это все новости к этому часу. С ними я вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Выплатить зарплаты, сделать закупки, составить план. А если проверка придет? Не придет. Занимайтесь тем, что у вас получается лучше всего. Бизнесом. По всей России правительством введен мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса. В случае его нарушения оставьте жалобу на портале госуслуг и получите ответ в течение суток. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч.